Всем большой привет, с вами Аня и добро пожаловать на мой канал. Давненько не было выпуска с багами и секретами в Тока Бока, поэтому сегодня мы снова вместе поиграем и я покажу вам новую подборку всяких игровых фишек. Заваривайте что-нибудь вкусненькое покушать, несите чаёк, кофеёк и загружайтесь со мной. Ну а мы, друзья, по традиции начнём с миксом. Его обновили и я уже вижу какое-то тоже обновление. Обновление в обновлённом миксе, прям интересно. Интересно, посмотрите, друзья, слева какая-то подсказочка, висит плакатик и возможно это будущее обновление. Вот такой интересный персонаж смотрит на нас и показывает что-то вроде домика. То есть новый домик будет находиться рядом со станцией, или это какой-то намёк, или это просто так сделали плакат. Ну в общем справа у нас вопросик, надо выбрать либо эмоцию сердечками, либо такую удивлённую эмоцию. Давайте сердечками. 87% за первый вариант и 13% за второй. А, это, это что, реклама прокладок? Да, понятно. Ну, ничего особенного. Давайте листать дальше. Что за реклама прокладок? К чему это? Будет какое-то обновление? Может быть это что-то связано с этим? Без понятия, друзья. Ну дальше у нас опять надо выбрать эмоции, задумчиво или сердечко. Ну вот сейчас я прям задумалась, я прям конкретно задумалась. Ну 73% всё так же за сердечки и 27% за второй вариант. Мы листаем ниже и здесь похоже какой-то трейлер. Возможно трейлер к этой картинке. Да я прям конкретно сейчас ничего не понимаю. Домик, кстати там где живёт Рита. Девушки общаются, одна с таким мячиком, что-то рассказывает про парня, который сидит и учится. Что-то она сейчас хочет объяснить про любовь. Та закатывает глаза и крутит мячиком. Так, они находятся в школе. А это что? Почему у неё что-то в подмышках было или мне опять показалось? У неё падает купальник из рюкзака. Ребят, вы носите в школу купальник с полотенцем? И этот мальчик в сердечке. Возможно это всё-таки любовь. А, кажется я понимаю. Они разговаривают о парне, в которого влюблена вот эта девочка. И та пытается научить её, как подкатить к нему. Надевает крутые очки. Та сомневается в крутости. Но это показывает план на доске. План, наверное, вот румяна, глаза, строить глазки. Та не понимает, наверное, что надо делать, чтобы понравиться ему. Та фотографирует из-под тяжка. Шпионит. Нас призывают забрать подарочек на почте. Но я ещё, если честно, не получала подарочки с пятницы. Надеюсь, у меня он будет. Далее нам предлагают пройти опросик. Вот такие вот глазки. Или тошнота. Но меня точно не тошнит от всего увиденного. Я явно задумалась сейчас, особенно вот над этим. Казалось бы, к чему может быть и эта вот картинка? Возможно, нас ещё будут ждать спойлеры. Но давайте выберем. Первый вариант. 79% за это же эмоции и 21% за тошноту. В следующем опросике нам показывает спойлер. Подарочек на почте. Это, наверное, набор детектива. И справа выбрать аксессуар. Очки или шарфик? Я выберу шарфик. Потому что он очень милый и прикольный. Но очки тоже милые и прикольные. Я не могу ничего против них сказать. 56% за очки и 44% за шарфик. Просто сейчас пока что холода. Я не хочу ещё очки никакие одевать. Да вроде бы это и не солнцезащитные очки. Возможно, специальные для детектива. Но тем не менее, в шарфике будет более уютной зимой. Так, далее у нас идёт картинка. Этого же детективного наборчика. И можно пролистать вправо. Выбрать вот такую вот бумажку. Или бумажку с рисуночком. На рисуночке человечек и сердечки. Ну, мне он очень нравится. Я его и выберу. И 71% тоже выбирают этот рисунок. 29% за просто записку. Листаем ниже. И показывает трейлер. Этот трейлер я, по-моему, уже смотрела. Или нет? Видеоигра. Опять этот мальчик, кстати. В которого влюблена та девочка. Возможно, обновление будет связано со школой и этим мальчиком. Или уже вышло это обновление? Именно прокладки. Так, подождите, подождите. А при чём здесь семья? То есть, она мечтает, наверное, о семье с ним. Такой загадочный трейлер. Но я так поняла, это трейлер к тому мини-мультику. И нам предлагают пройти опросик. За первую прическу или за вторую? Мне нравится очень первая прическа с милированием. 70% за первый вариант. И 30% за второй. Листаем ниже. И здесь нам предлагают ещё один опрос пройти. Где найти Чао-Чао? Так, насколько мне известно, она в Китае. Но здесь почему-то ещё есть вариант с Боб-Сити. И я уже сомневаюсь, что эта порода была обнаружена в Китае. Давайте выберем Боб-Сити. 62% за Китай. 38% за Боб-Сити. Но я думала, нужно выбрать что-то связанное с Токобокой. Почему мы должны искать в Китае? Китай же нету в Токобока. Или есть? Ребят, подождите. Есть Китай в Токобока? Возможно, реально эта собака была обнаружена из Китая, Токобока. Короче, загадка на загадке. В следующем опросе надо выбрать мальчика. С такой вот прической пышной, кучерявенькой. Или с бритыми висками. Ой, друзья, я не знаю, это очень сложно. Но мне больше нравится первый вариант. Девочки, давайте, пишите в комментариях, какой ваш типаж. Первый или второй? 71% за первый вариант. И 29% за второй. Ой, я почему-то тоже отношусь к большинству. Интересно, сколько нас таких? Далее надо выбрать собаку или мальчика. Мы уже это проходили. Это я точно помню. Мы выбрали собачку. Да, по-прежнему она побеждает. А в следующем опросе надо выбрать взрыв головы. Или вот такую удивленную эмоцию. Вернее, наоборот, удивленный взрыв головы. И опять этот фрагмент. Он так и будет все время мелькать. Вы знаете то, что я не люблю взрыв мозга. Поэтому выбираю первую эмоцию. 55% за первый вариант. И 45% за второй. Следующее, что нам надо выбрать, это Ланни Бокс. И опять ролик. Дайте угадаю. Тот же самый будет ролик. На этот раз пионят какие-то другие две девочки за мальчиком. Стучаться к нему домой? Нет, это не его же дом. Что тогда он делает в этом доме? И почему этот мультик вначале был черно-белым? Принфильм ужасов только Боком. Ой, что же выбрать, грушу или чипсы сырные? Я выберу сырные чипсы. 75% за первый вариант. И 25% за второй. На самом деле груша полезнее будет. Но я не могу удержаться от кукурузных сырных таких вот чипсиков. Особенно знаете, чьи-то сырные. О, моя любовь, боже, боже мой, я хочу сырные чипсы. Все, друзья, мы пролистали до самого конца. И это все завершает у нас ленивец в халатике. Вернее, не в халате, а в полотенце. Принимай там ванную. Мы ниже не можем посмотреть, что он там делает. Надеюсь, все законно. Давайте выходить из микса. И будем загружаться в току-боку. У меня скопились подарочки, друзья. Давайте их заберем. Меня спрашивают, почему я их не забираю. Да все просто, потому что я жду момента, когда мы вместе их заберем. И обсудим. Я очень люблю записывать реакцию на них. Так что давайте достанем персонажа. Опа, почему у меня все голые? Ну не голые, а в одежде. Мне все обнулилось. Нет, 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 у меня все обновилось, друзья. Как же так? Как же я буду снимать? За что? Я даже не знаю, какую эмоцию подобрать к этому. Давайте обновимся. Надеюсь, дома не слетели, потому что как только они слетают, мне приходится постоянно все заново отстраивать. Восстановилась хотя бы одежда. Возьмем талончик и пройдем на почту. Здравствуйте, можно забрать подарочки? Да, давай все, там он. Вот, держите. На удивление, кромпет почтальон не ругался на меня. Сейчас тебе дам. Чпонь, проходите. Спасибо большое. Проходим, друзья, на почту и нажимаем на кнопочку. Да, я так и знала, что будет несколько подарочков, поэтому, поэтому заберем их сейчас все. Только я вот не знаю, сколько мне поступит. Второй подарочек. Такой вот розовый. Да, я догадываюсь, то что здесь прокладки. И последний подарочек. Тоже розовый. Значит, в одном из них набор прокладок. А что тогда в этом или в этом? Давайте откроем. Точно, набор детектива. Боже, какой он классный. Здесь у нас тетрадочка с ручкой. Такая вот лупа интересная. Можно наблюдать через нее. Шляпка. Обалдеть, какая она милая. Друзья, боже, балдежный костюмчик. Мне он очень нравится. Я влюбилась в этот костюм. Давайте в нем выпуск снимать. В следующем подарочке, конечно же, прокладка. Почему-то одна, но одна пачка, упаковка. А представляете, если эти прокладки добавят в редактор? Вот было бы реально круто, если бы их так же, как и, допустим, туалетная бумага, памперсы добавили. Мы можем раскрыть прокладку. И она у нас, да, забагуется. Я не знала, что она забагуется. Я только сейчас это обнаружила. Эти прокладки багуются. Летает в руке персонажа. А что, если мы его вниз опустим? Ну, ничего удивительного. А, нет, удивительное есть. Прокладки теперь летают в воздухе. То есть, вот так вот у нас получается. Так, прокладка, ты куда делась? Ты куда у нас поехала? Стой, стой, вылезай. Вот такой вот интересный баг у нас с прокладками получается. Интересно, подарочки багуются? Нет, подарки никак не багуются. Баги еще не пофиксили. Надеюсь, их тоже починят. Кстати, а вот эту упаковку можно тоже для чего-то использовать. Я даже не знаю, комфорт. Можно было всякие другие предметы положить. Но из-за этого рисунка, пожалуй, воздержусь. Откроем последний подарочек. И здесь у нас бутылочка с водой. Вот такие интересные подарки на почте. Давайте все сложим в коробочку. Я предлагаю снимать выпуск в этой одежде. И будем покидать почту. Следующее, что я хочу показать вам, это нового крампита. Да, друзья, вышел новый крампит. И давайте загрузимся в бесплатный магазинчик. Соберем некоторые предметы. А именно вот этот вот мячик. И в разделе схаз шапочку. С такими желтыми кружочками. Все передаем персонажу. И покидаем магазинчик. Сейчас нужно загрузиться на катосвалку. Давайте сначала предметы вытащим. И пролистаем до Леона. Так, Леончик, хватит от нас прятаться. Ты нам нужен, ты нам очень сейчас нужен. Наверное, он скрывается от Риты. Или я его замучила. Особенно в последнем выпуске, когда он таскал коробки. Леон, ничего таскать не надо. Надо только показать свою магию. Покажи нам все, что ты умеешь. Покажи, дорогой. Так, ну что за безобразие? Ты куда забрался? Я уже даже твою жену нашла. И у меня вопрос. Почему ты рядом с ней не стоишь? Почему ты стоишь где-то, где-то далеко? Друзья, это уже не смешно. Я уже сколько пролистала, Леона все нет. Леон исчез. А что если он вообще исчез из игры? Может быть он резко стал подростком? Я уже зика нашла, она и тут стоит. Рита сто раз промелькнула. Леон, ты где? Так, ты почему с какими-то девушками стоишь? Я тебе дам, я тебе дам, Леон. Выходи давай, все. Мы ничего не расскажем, Рите, но ты для этого нам поможешь. А именно возьмешь мячик и вот эту шапочку. Та-дам! Получили вот такое вот красивого крампита. Почему-то у этого крампита шар на голове. Можете себе такого тоже активировать и добавим его в список Леона. Выходим из катастрофалки. Начнем с игровых багов. Первое, куда мы отправимся, домик с бассейном. Давайте достанем персонажа. И зайдем в редактор. В разделе с игрушками нужно найти коврик для йоги. Или любой коврик. Допустим, этот розовый. Мы можем установить его, вернее положить, вот сюда вот. И он пройдет сквозь стену. Таким образом, мы можем ложиться куда-то за дом, куда-то под дом. И, друзья, смотрите интересную фишку. Вот этот кончик мы можем спрятать. То есть это, возможно, пригодится вам для игры в прятки. Или для какого-нибудь сюжета игрового. Где персонаж реально следит, следит и сидит за домом. Берите на заметку эту фишку. А мы выходим из домика. Далее направимся в двухэтажный домик. Вот этот особняк. Нам нужен здесь бассейн. Заходим в редактор комнаты. В разделе с игрушками достанем автомат Hello Kitty. Вот этот автомат. И возьмем пару шариков. Если мы откроем эти шарики в бассейне, то они застынут. То есть не будут тонуть. А если мы их откроем отдельно и попытаемся закинуть бассейн, они будут плавать. Таким способом вы можете украшать бассейн, делать разные обустроечки. И также, если вы нажмете на эти игрушки, проведете их, то они будут синими. Ну и этот лайфхак я уже вам показывала. По большей части я хотела вам показать то, что эти статуэтки застывают в бассейне. Кстати, друзья, я забыла показать вам, то что выпустили новые обои. Тогда я показывала новую мебель в честь дня всех влюбленных. Но добавили еще и обои. Вот такие розовенькие сердечко. Они очень милые. Покидаем особняк. Следующее место, куда мы отправимся, на рынок. Давайте сюда загрузимся и пролистаем карту вправо. Здесь есть робот. И если дать ему молоко, то он будет видеть сны. А если мы его покормим, допустим, кукурузой, то наоборот проснется. Интересные картинки он видит. Кто знает, есть ли еще какие-нибудь видения у этого робота? Пишите в комментариях. Следующее место, куда мы загрузимся, в больницу, на минус первый этаж. Сейчас я расскажу вам, как попасть в секретную комнату, не активируя ее. Мы берем персонажа и просто закидываем туда. То есть пытаемся его туда закинуть. Он у нас сначала вываливается, но, друзья, если вы так несколько раз поделаете, то он обязательно туда должен провалиться. Давай же, проваливайся. У меня получалось это сделать. Вот, вот получилось. Все, посмотрите, друзья. И все, мы его больше достать не сможем. Но давайте активируем секретик, потому что я хочу показать вам, чем он там занимается, пока мы его не видим. И вот наш персонаж. Кстати, друзья, здесь аномальные зоны и персонажа магнитится. Эта зона тоже подойдет для игры в прятки. Берите ее на заметку. Выходим из больницы. Следующий баг, который я хочу показать вам, находится на аттракционах. Загружаемся там, где колесо обозрения. И листаем карту вправо. Доходим до зоны фудкорта, где продают сладкую вату. И баг заключается в том, что мы можем наложить сладкую вату боком. Если будем делать это несколько раз. Вот так вот она начинает баговаться. Посмотрите, друзья. Я не знаю, почему у меня так багуется эта сладкая вата, но этот баг я заметила, когда снимала новый минифильм. Интересно, в какой самой странной позе она у меня замирает. Посмотрите, вата прям к лицу прилипла. Давайте покинем локацию. Для следующего бага забежим в магазинчик. И купим яйца. Выходим из магазинчика. Листаем карту вправо, находимся на зимний. Загружаемся на каток. Здесь, друзья, тоже есть баг, который я также обнаружила во время съемок минифильма. Достанем персонажа. Так, вата у нас все еще к лицу прилипла. Нам понадобится взять один блинчик и совместить его с яйцом. Та-дам! Яйцо тоже летает. Я не знаю, почему это все багуется. Но если мы попытаемся соединить яйцо отдельно с блинчиком, то все у нас вроде и получается. Почему же тогда все багуется в персонажах в руках? Что за кривые руки у персонажей? Просто коротко обо мне. Ой, почему у меня яйцо темнеет? Это как это? Она на расстоянии у меня подогрелась вот в этой печке. Интересно, а если это мы сюда поднесем? Да, действительно, друзья, мы можем и так вот готовить еду. Я, если честно, не знала. Я думала, надо будет именно вот совместить сюда. Это похоже, будто мы пытаем какого-то монстрика в этой печке. Давайте перейдем на следующую локацию. Загрузимся в здание сюда. Отсюда нам понадобится забрать аквариум. Выходим из локации и поднимаемся в торговый центр мол на второй этаж. Здесь, друзья, есть мороженое, автомат с мороженым и небольшой лайфхак. Мы можем в этот аквариум закидывать мороженое. Что мы только не делали. Ну вот мороженое прям вот в аквариум мы еще не кидали. Друзья, я сделала самую большую пирамиду из мороженого. Посмотрите, это шок-контент какой-то. Я знаете, что это сделаю? Я это дело слопаю. Вот так вот просто возьму и съем. Работа, работа и обед по расписанию. Давайте покидать торговый центр мол. Перейдем к рубрике парочки. Найдем новые парочки в Тока-Бока. Первое место, куда мы отправимся, это почта. И здесь, друзья, есть такая новая собачка. Давайте передадим ее персонажу. И выйдем из почты. Следующее место, куда мы отправимся, это отель для животных. И находим еще одну собачку. Посмотрите, возможно, это мама и сыночек. Но это еще не все, друзья. Выходим из локации. Загружаемся теперь на кота-свалку. И посмотрите, какая семейка у нас была найдена. Друзья, берите эту семью на заметку. Может быть, будете какие-нибудь сюжеты снимать или мини-фильмы. Загружаемся в кафе для животных. Отсюда заберем вот эту собачку в кепочке. И снова отправимся на почту. И мне почему-то кажется, то что они очень похожи. Вернее, не кажется, они действительно похожи. Возможно, это была какая-то парочка собачек. И вот первая погибла, стала призраком, а вторая жива. И сейчас найдем последнюю парочку в этом выпуске. Отправимся снова на карту с питомцами. Здесь, друзья, есть морж. Давайте передадим персонажу и покинем отель. Следующая локация это арбузное здание, а именно второй этаж. Здесь тоже есть моржик, вот он купается. Давайте его тоже передадим персонажу. Последняя карта, куда мы отправимся, это снежная карта. Закрузимся в зимний домик. И тут мы найдем последнюю парочку, последнего моржа. Они не совсем похожи, но можно делать какую-нибудь историю с друзьями. Кто хочет подобный сериал в моем канале про историю трех моржей, ставьте лайки, друзья, давайте покинем домик. И для лайфхака нужно зайти в редактор комнаты. В разделе с ванной найдем душ. Сейчас я покажу вам, как мыться в какой-нибудь позе. То есть так вот персонаж просто стоит, просто стоит в одежде под душем, казалось бы, просто так вот, ничего нового. Заходим в редактор комнаты в разделе с игрушками, возьмем наш любимый коврик для йоги и постелим в эту кабинку. Теперь персонаж может стоять в позе под душем, но будет лучше, если вы все-таки ему смените одежду. Хотя бы на полотенце, а еще лучше на купальник. И конечно же боковинки вы можете спрятать, если вы обустраиваете ванную, вы просто загораживаете это тело каким-нибудь высоким цветком. И никто и не догадается, что это коврик для йоги, вы просто стоите под душем. Можно вот еще шляпу надеть. Да, вот такой интересный лайфхак. Берите его на заметку. И сейчас друзья, в честь дня всех влюбленных я хочу показать вам три интересных лайфхака. Как этот праздник можно отметить в токоблоках в трех разных вариациях. Первое романтик свидания мы организовали в кафетерии университета. Давайте создадим второй вариант. И такая обстановочка в больнице на первом этаже. По сюжету можно даже сделать вид, что это место находится не в больнице, а где нибудь в кафе на летней веранде. Покажу вам последний вариант. мы закончили обустраивать уголочек в киностудии. пишите пишите в комментар какой вариант понравился больше вам, а я буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю, желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. всем 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 пока. пока. Субтитры подогнал «Симон»